Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, почему у вас не растут битки. Многие меня спрашивают, как накачать бицепсы. Там я качаю уже один, два месяца, три месяца, они не растут. Ну и вот сегодня мы рассмотрим несколько пунктов. Я бы сказал, их будет четыре очень важных пунктов. Первый и наиболее важный пункт – это, естественно, генетика. Очень многие люди имеют не особо хорошую генетику на маленькие мышцы, такие как, например, икры, как бицепсы, плечи, например, трицепсы и так далее. В чем заключается генетика? Генетика заключается в том, что, смотрите, видите, какая у меня битка? Она идет прямо вот отсюда, то есть связка идет прямо вот у кости рядом с пересечением. А у некоторых людей, например, как у Юрия Спасукукотского, нашего любимого, у него начинается связка вот в середину вот отсюда, и поэтому у него бицепсы выглядят вот таким. Ну, я утрирую, конечно, но маленький, короче, бицепс. И чем дальше связка от кости, да, вот сюда идет, тем у вас меньше бицепс, и, естественно, тем меньше он разрастется и станет вот таким большим, красивым, как у меня. Это, естественно, первый пункт – генетика. Второй важный пункт, ребят, это питание, естественно. Без питания ничего никогда, нигде, ни в каком спорте, особенно в бодибилдинге не будет, потому что питание – это строительный материал, это белки, углеводы, калории. И из-за этого все растет. Если у вас будет недостаток питания, то есть дефицит питания, калорий, углеводов и всего, чего я перечислил ранее, то у вас ничего расти не будет. Поэтому должен быть профицит, и тогда у вас будут расти все мышцы. Второе – это питание. Следующий, ребят, третий пункт тоже очень важный. Я бы сказал, эти все пункты очень важны, потому что если будет какой-то недостающий пункт из этих, то у вас битки не будут расти. Третий – это, естественно, техника выполнения упражнений. Сейчас я вам покажу, как должны выглядеть подтягивания, например, на бицепс. Многие делают просто, смотрите, они подходят и делают вот такую все гнёд. То есть необдуманно вообще не думают ничего, как там подтягиваться, лишь бы подтянуться на максимальное количество раз. Значит, техника какая? Мы повисаем, сгибаем спину. То есть, смотрите, когда мы подтягиваемся на спину, мы ее наоборот вот так назад отклячиваем, отклячиваем, а тут нужно наоборот вперед согнуть и максимально перекинуть весь вес на бицепс. Смотрите, как это выглядит. Вот так. То есть в чём прикол? Спина округлённая, вы должны стараться держать всё время напряжение на бицепсе. Многие обычно растягивают, да, там, типа называют идеальной техникой, когда на полную руку растягивают вот таким вот образом, это неправильно. Вот это. То есть они расслабляют нагрузку в бицепсе, естественно, она падает и переходит на сустав. Если вы хотите, чтобы бицепс рос, вам нужно сохранять нагрузку и делать, чтобы у вас вот так рука была и постоянно бицепс был в напряжении. То есть вы подтягиваетесь и постоянно бицепс напрягается. Следующее, тоже к технике я поднёс это, это когда вы тренируетесь и можете сделать там 35-40 подтягиваний на бицепс. Это просто дрочиво, ребят. Вам нужно брать дополнительный вес, там, не знаю, килограммчиков 15, и делать на 12-15 повторений. Потому что если вы будете просто задрачивать вот это по 35 раз, это просто будет выносливо, серый рельефчик. А вам нужна масса. Поэтому берём вес и долбим. Следующий, четвёртый пункт, ребят, это регулярность тренировок. То есть многие люди там тренируются один раз в две недели, бицепс тренируют и говорят, у меня не растёт бицепс. Значит, маленькую мышцу, чтобы вы знали, можно тренировать два раза в неделю. Ну, минимум, можно два-три, потому что мышца быстро срастается и, ну, как бы заживление происходит быстрее. Вы можете заново травмировать её. И чем, ну, как бы два-три раза в неделю качаете, она быстрее будет расти, чем вы будете качать, если один раз, там, в две недели. Понятно. Ну, и пятый пункт, это такой бонусный пункт, тоже немаловажный. Это первое. Дыхание во время упражнения. Когда вы делаете усилия, вы должны делать выдох. То есть вниз вдох, вверх выдох и так далее. То есть при усилии во всех упражнениях вы должны делать выдох. Потому что дыхание – это кислород. Кислород попадает вовнутрь, мышцы наполняются кислородом, из-за этого растут. Правильно, дыхание очень важно. Следующее – это растяжка, ребят. Если вы не будете растягиваться, то знаете таких огромных качков, которые ходят вот такие. У них всё сгибается там, короче, мышцы все забиты просто в хламину. У них образуются эти блоки мышечные. Они потом ходят к врачу там и им растирают эти блоки. Поэтому, чтобы этого не случалось, нужно обязательно сделать растяжку перед тренировкой и заминку после тренировки. Потому что перед тренировкой вы должны сделать растяжку, чтобы не травмироваться. И после тренировки вам нужно сделать заминку, чтобы у вас мышцы как бы разогрелись, растянулись. Потому что когда вы их надрочили, там нормальное слово, надрочили мышцы, и они забиваются, и блоки происходят мышечные. Вам нужны эти блоки растянуть, и тогда будет всё нормально. Ну что, ребят, если вы будете учитывать 4-5 этих пунктов, даже 5 пунктов, мы сделали по ходу разговора нашего 5 пунктов, если вы все будете учитывать, то у вас бицепсы будут расти. Естественно, если у вас генетика, первый пункт, это самый важный был генетика, если у вас не особо хорошая генетика, то как бы вы там ни старались сделать остальные 4 пункта, у вас ничего не вырастет. Юрк Спасукукотский это доказал, он тренируется, не знаю, там лет 30, уже ничего не растет у него на битке, я имею в виду. Вот, поэтому, друзья, спасибо большое за просмотр, ставьте лайкосик к этому видео, подписывайтесь на каналчик, на мой инстаграмчик и заходите на сайт archimoriz.com, там лучшие программы тренировок и питания для всех, для всех, во всех условиях, скоро лето уже начинается, поэтому атакуем, разрываем, унижаем, доминируем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok